Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас тема предельно важная, которая волнует всех граждан Российской Федерации, это Украина, где динамика развития ситуации очень такая серьезная, после того, как власть в Киеве, по сути, захватили национал-социалисты, фашисты, прямо, скажем так, будем называть, именно антирусские элементы, и динамика эта очень серьезно развивается в Юго-Востоке Украины, особенно в Крыму. У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Марков, проректор Российско-Экономического университета Амиплеханова, политолог. Хочу напомнить наш телефон, код города Москвы 495-65-1099-6, еще раз, код города 495-65-1099-6. Мы ждем ваших звонков, я передаю слово Сергею Александровичу. — Здравствуйте. Ну, единственное, что сказал, что мне, наверное, скорее лучше представлять, как директор Института политических исследований, чем на Общественной палате, поскольку я сейчас вот меняю работу. — Ну, суть не в этом, Сергей Александрович. Главное, что мы расскажем людям. — Да, хотя, конечно, да, я прекрасно знаю, что меня даже не столько знают, как Марков Схерисанджа, сколько как политолога Маркова. — Сергей Александрович, значит, ну вот на Украине происходят эти известные события. Я думаю, останавливались на том, что там произошло. Суть и нет. — Говорить о предательстве Януковича вообще неинтересно, да. Он повел себя как последний негодяй, это мы все прекрасно понимаем. Для нас, я думаю, интересно, в первую очередь, то, что происходит сейчас на Украине после этого предательства, и во что это обойдется русскоязычному населению Украины, ориентированному на Россию, да. И второе — это как это отразится на внутриполитической ситуации в России. Ведь это мы не должны делать вид, что, значит, это никак не отразится, да. Мы знаем, что среди бандерасов, которые, значит, устраивали Майдан, там, к сожалению, были граждане Российской Федерации, да. Кстати, никто из них пока не арестован. В том числе некий представитель, некий богемы, что, в общем-то, настораживает. И это тоже предельно для нас очень важно. И, наконец, насколько решительно настроено наше руководство по защите русскоязычного населения, по защите интересов Российской Федерации. Вот поэтому, Сергей Александрович, хотелось бы вот поговорить, узнать ваше мнение, да, то есть, проще говоря, что происходит, что будет происходить и что должна делать Россия. Ну, вы знаете, мне представляется, что... Сейчас, конечно, резко поменялся формат. Ну, мы должны очень серьезно пересмотреть вообще свою политику в отношении Украины. И понять, что вот это вот серьезнейшее такое поражение, государственный переворот, совершенный во многом нефашистскими силами. Там не все, конечно, нефашисты, там много мирных граждан, много нормальных людей, но нефашистские силы играют одну из ведущих ролей. Что это, конечно, результат нашей славы политики, что нужно изменить в этой политике. Знаете, Сергей Александрович, меня чего удивляет? Я много проработал в исполнительной власти, да, в том числе в аппарате правительства, знаю, что любое решение правительства и вообще руководства страны по отношению, по любому вопросу, в том числе по отношению той или иной страны, принимается на основании серьезной аналитической работы, да. Что там происходит, что может происходить. На этом делается вывод, как говорится, что надо делать, да. И вот меня чего удивило, да, когда мы, недолго думая, объявили, что мы дадим 15 миллиардов господину Януковичу, 3 миллиарда уже дали, что, естественно, все пропало. Нет, это не пропало, кстати. Ну, я не думаю, что это. Нет, не пропало, не пропало. Ну, это спорный вопрос, назовем так. Значит, и самое интересное, да, я думаю, пропало на счетах Януковича и его окружение. Давайте вещи своими номинами. Нет, не в этом дело. У нас просто мы не давали им как такой в долг. Мы купили их евробонды на ирландской бирже. Которые евробонды завтра ничего не стоят, потому что, по сути, Украина банкрот. Что эти евробонды стоят? Да ничего не стоят. Они сейчас вверх пошли. И сад дело не в этом. Ну, давайте не будем. Вверх пошли. Это кто-то из недоразумений сказал, что там выделят какие-то деньги им. Это еще, когда выделят, тогда и видно будет. Значит, меня вот это волнует. На основании чего принимаются, собственно, такие решения, да, и как принимаются такие решения, что нету анализа ситуации, что не было ясно, кто такой Янукович, что он быстро сольется, не было ясно, кто там на Майдане собрался, что они себя представляют и так далее. Вот это меня очень сильно волнует, потому что это касается нашей национальной безопасности. Не только по отношению к Украине, но и по отношению внутриполитической ситуации в России. Я извиняюсь, конечно, у нас Алексей, слушатель, да, давайте выслушаем его вопрос и дальше пойдем. Да, Алексей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Значит, первое, что я считаю, я простой человек, мне 38 лет, значит, я считаю, что, во-первых, граждане должны решать сами, как жить, да, вот, значит, такие транши, как в Украине, я считаю, что нужно людей спрашивать, люди вообще хотят деньги эти платить Украине или кому-то, да. Я к Украине неплохо отношусь, у меня там куча родственников, основная масса живет, скажем так. Сами родился в Калуге, так уж волей судьбы. Дальше. Вопрос, вопрос Алексея, да. Вопрос, вопрос, значит, я еще, вопрос, реально ли нашему правительству вообще изменить политику и задуматься? Это я считаю, что все-таки то, что происходит на Украине, это пора менять правительство российскому, менять курс. Вот насколько это вообще реально нашему правительству, Путину Владимиру Владимировичу, задуматься, что, может быть, хватит, да, вот этот вот строй, который Лукашенко и Путин ведут на сегодняшний день. Ну, вот, наверное, такой вопрос. Спасибо. Значит, я единственное, Сергей Александрович, перед тем, как дать вам слово, скажу, Алексей, значит, когда мы задаем такие вопросы, да, я считаю, например, я, Лукашенко, Беларусь, это абсолютно верный курс. Он работает на свой народ и так далее. И нам тоже надо задуматься, но не в плане либерализации, а в плане ужесточения режима. А то мы тоже придем к какому-то такому Майдану, не дай бог. Сергей Александрович, пожалуйста. Да, значит, так вот, действительно, должно быть изменено, значит, ну, во-первых, нужно отказаться от стратегии работы прежде всего с олигархическими группами и с большими начальниками, с панами, так сказать, тем самыми, которые всегда предадут. Потому что ясно, что вот сущность олигарха — это предательство, да? Все показали события, предали все, да? Да, и эта ситуация показала. Значит, наш главный союзник, там не олигархи, конечно, наш главный союзник, общество украинское, большинство твердо стоит за союз с Россией. Значит, они хотят хорошее отношение с Евросоюзом, но приоритетным для них является хорошее отношение с Россией. Это показали... Давайте вот, за исключением Галичины. За исключением Галичины. Я, вы знаете, когда служил в свое время на Украине, в Одесском округе, Галичина — это Прикорпатский округ, я вам скажу честно, и в советское время там были сильнейшие антирусские настроения. Вот за исключением Западной Украины. Да, я согласен, да, но, значит, ну, в целом, а если без Западной Украины, тогда за нас не 60%, а уже 80%. Просто там... Кстати, вот по русскому языку, чтобы наши слушатели представляли себе цифры, да, какой там расклад сил, да. Вот когда спрашивают, вот вы... Здесь перепись, 16% русский. Ну, я, кстати, она фальсифицированная перепись, это, в общем, среди специалистов известный факт. Поэтому я думаю, что русским себя реально считают где-то 20-25%. А тоже вопрос... Ну, это от 46 миллионов, да, почти 10 миллионов? Да, 46 миллионов. Значит, второй вопрос, какой вы язык считаете родным? Ну, опять же, отвечает процентов примерно 20-25, но здесь надо полагать, что под родным языком они имеют в виду язык, который, как им кажется, вот у них там бабушек, дедушек, кого-то был, так сказать. То есть русский отвечает 20-25, а остальные украинские. А дальше следующий вопрос. А вы считаете, на каком языке в семье сами-то говорите? 45% украинский, 45% русский и половина оба. А дальше другой вопрос. Это тоже, так сказать, еще демонстративный. А дальше следующий вопрос. Спрашивают социологи. А вам на каком языке анкету дать? Вам каким удобнее языком пользоваться? 80% просят дать им на русском. Дальше есть социология. Сколько пользуется украинского интернета русским языком? 79%. Ну, практически 80%. Поэтому, если мы скажем, вот, а сколько, собственно, русскоязычного населения, те, кто предпочитает говорить по-русски, я думаю, что цифра должна составлять 70% где-то. Она не 80%, потому что в интернете и вот социологов не очень учитывается сельское население центральной части, вот 70% где-то русскоязычных. Из них, так, без энтузиазма к России относятся, я считаю, процентов от 5 до 10. И в основном масло это галичина? Не-не-не, я имею в виду из русскоязычных. Из русскоязычных. Ну, это отдельно, это практически погрешно. У нас на связи Евгений. То есть, наши твердо-занастовские, так или иначе, 60% они все практически русскоязычные. Евгений, слушаем ваш вопрос. Да, добрый день. Здравствуйте. Я хотел вот что сказать и спросить. Ну, то есть, факт смены власти на Украине очевиден, можно по-разному к этому относиться, можно поддерживать, можно осуждать, говорить там фашисты, не фашисты. Но вопрос в том, что рано или поздно эмоции от этой революции, они закончатся. То есть, людям подумают о том, что дальше кушать. Но с памятников Ленину, Жукову, кому-либо-то еще, это все-таки действия, направленные на какой-то эмоциональный отклик. Но завтра-послезавтра встанет вопрос, а что, собственно, дальше? Ничего же, по сути, не изменилось, стало только хуже. Евгений, суть понятно. Я с разрешения Сергея Александровича очень кратенько отвечу. Значит, для того, чтобы оценить ситуацию на Украине, надо назвать, что там произошло. Основной движущей силой так называемой Майдановской революции является национал-социалистические формирования, тот национализм, галицийский национализм, основоположником которого является известный философ Донцов. Не буду я в историю впадать и, вне всякого сомнения, абсолютным кумиром, теоретиком, практиком Степан Бендера. Я поясню вам, Евгений, что происходит, чтобы вы поняли, а что там еще кушать и так далее. Задачей всегда у этой идеологии было две. Вот самое страшное, что она выжила после всего, что было в советский период и так далее. Первое. Завоевать власть на Украине и отказаться от всего русского. То есть это такой крайне радикальный национализм, так называемый интегральный национализм украинский он еще называется. Вторая задача. Мало кто об этом знает. Вторая задача определялась как разрушение русской империи, как она и называется. Как бы она ни называлась, там, русское имперское государство или же Советский Союз. Мало кто знает, но в подразделениях СС Галичина, Нахтигаль воевали не только западные украинцы, но и некоторые представители других народов. То есть они выступали в некой такой координирующей силе, главной задачей разрушения российской, как они говорили, империи. Я еще раз говорю, независимо, как она, Советский Союз, Российская империя. Вот эта сила пришла, крайне радикальная. Там нет, ничего не говорится по экономике, не можно говорить по определению. Там нет экономики. Там есть жесткая националистическая политика. Все это напоминает, мы же проходили революцию. Ну что, в 17-м году кто-то думал об экономике, все думали о захвате власти. А потом что получится? Вот то же самое происходит так. И сегодня в Киеве, в Киеве, я уж не говорю о Галичине, главной силой является не там Тимошенко, Кличко и прочее. Вы видели растерянность Кличко, он как, извините, наложившийся на школьных выглядел. А вот эти силы, вся их проблема в том, и она проблема наша, что эта сила не думает о экономике. Для них сейчас главный захват власти, установление контроля над всей территорией России, в том числе над русскоязычным Юго-Востоком и в том числе над Крымом. Вот это самое страшное. И мы с вами должны сейчас говорить, как отстоять нам русских людей, всех, кто организуются на Россию, на Украине, и как не допустить у нас этого шабаша. Я недаром вот сказал Сергею Александровичу, никто, там сотни, они сами признают, были представители России, в том числе некая богема, да, на этом Майдане. Никто не арестован. А ведь это попытка антигосударственного переворота. Они едут туда обучаться, как свергать здесь власть. Никто не арестован. Почему? До какой меры власть будет вот так либерально относиться к этим негодяям? Сергей Александрович. Значит, продолжая, значит, еще хотел момент о тени, что мы должны изменить. Мы, конечно, должны поменять по многому свою команду, которая занималась Украиной. Ну, извините, ну какой Зурабов дипломат? Ну, мы все знаем, может кто-то забыл. Зурабова как раз, я считаю, менять не надо. Да, это почему? Я хотел его защитить. Да, просто многие... А что, посол не носит, не несет ответственности за ту информацию, которую он дает Москву? Ну, а в чем дело? Не счет, конечно. Почему это не надо его менять? Не счет, конечно. Значит, я вот что хотел сказать. Ну, у Зурабова у нас плохое отношение все времена его, так сказать, монетизации, которая, кстати, не им была задумана, Алексею Кудрином знаменитым. Но он ее выполнял. А ему дали выполнять, да. Вот тут он был ас. Да. Как дипломат он боится, что я немножко не был. Значит, вот я считаю, что у Зурабова были плохие и хорошие стороны. Его нужно оставить на хороших и, так сказать, и понять, что он не может... Кто-то донесет ответственность за неверное информирование по Украине, анализ ситуации и так далее. Я не думаю, что там было неверное информирование. Я думаю, информировать, как это было адекватно. Как для адвоката, если мы выделили вперед 3 миллиарда? Если мы до последнего момента смотрели на безволие Януковича? Слушайте, мы не предприняли никаких мер по... Каком-то выработке каких-то мер по защите русского населения заранее? Все, давайте я сложу свою позицию, да. Значит, так вот, я считаю, что у Зурабова есть вещь, которую он делает плохо и хорошо. Плохо он общается с общественностью. И поэтому нам нужен... Хорошо занимается бизнесом. Общественный посол, да. Он плохо общается с общественными государственными институтами. Тоже там Верховная Рада и так далее. Он хорошо общается с закрытыми государственными институтами и хорошо общается с бизнесом. Он бизнес-посол и посол государственных вот закрытых институтов. Вот такую роль я знаю. Он играл весьма хорошо. Вильнюсский саммит, кстати, подписание было сорвано во многом, так сказать. и за бизнес-причин, мы знаем. И универский саммит был сорван, потому что Янукович пообещали 15 миллиардов. Сергей Александрович, ну, давайте не будем. Если это он посоветовал, ну, извините меня, безответственный совет. Не совсем так. Ему пообещали 15 миллиардов в ответ на вот ту атаку, которая у него была. Значит, и вот этой работой, которой он хорошо занимается, его надо оставить. Но нужно добавить нам общественного посла. Ну, это будет оригинально. Это будет посол по бизнесу и посол по общественному. Ну, что-то невероятное. Ну, да, вот. Две должны быть фигуры. Может быть, это должны быть. Давайте во многих странах, в остальных сделаем так. Представители сотрудничества. А может быть, и во многих странах надо сделать такое, да? Но нам очевиден дефицит общественного посла. Вот у нас такой он должен быть. У нас его нет. У американцев сколько послов посольте? У американцев один. Ну, насколько активен? Да. Насколько силен? Он себе объединяет и... А у нас нет. У нас надо... Общественное. У нас Виктор Степан Черномырдин был. Хороший человек с интересными вещами. А Виктор Степан абсолютно объединялся. Да, я понимаю, газовые долги. Ну, Сергей, ну давай не будем. Надо было с газовыми долгами разрулить. Я не знаю, чем сейчас рулит господин Зурабов, но не исключаю, что что-то, как ты сказал, бизнес-вопросами. Бизнес-вопросами, да. Вот мы набезносовали. Да. Значит... Ты же сам говоришь о борьбе с олигархией. Ну, получается, что у нас и в дипломатии есть олигархия, и в политике есть олигархия. Зачем нам эта олигархия? Я не против договоренности с олигархами. Я против того, что есть только договоренности с олигархами. Вот когда только договоренность с олигархами, без давления на них, это невозможно. Мы, конечно, должны разворачивать широким фронтом нашу работу с нашими союзниками. А, как я сказал, нашим союзниками там является примерно 60-65% населения. Значит, я здесь, Сергей, я хочу напомнить нашим слушателям, что код города Москвы 495, телефон 6510-996. У нас на линии Вячеслава. Вячеслав, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. У меня короткий вопрос. Каковы перспективы стратегической битвы за Крым? Совершенно понятно, что она состоится, и начнется третья оборона Севастополя. А вот шансы России получить этот стратегический... Вячеслав, я сейчас дам слово Сергею Александровичу. Но я кратко... Для меня Крым не просто это. Я там начинал свою офицерскую службу в далеком 70-х годах. Да, Феодосия, там дивизии, да, там и так далее. У меня там родились мои дети. Значит, я вам скажу так, что потенциал Крыма по отражению агрессии со стороны Галичины очень высокий. Ну, я вам напомню, если вы там служили, что там был Крымский корпус трехдивизионного состава, да, три дивизии. Да, да, да. Да, Керченко-Феодосийская база, все это, да, да, да. То есть там масса офицеров, которые проходили службу. Они все умеют воевать и знают, как это делать. Вооружения там тоже хватает. Что, и сейчас мы сейчас видим, но там сейчас не было лидера, да, такого. Сейчас появляется лидер. В Севастопе Чалы, там в Керчи появляется лидер, в Феодосии появляется лидер. Все это надо объединить. Крым мы не должны уступить. Крым это русская территория. Да, но я хотел бы понять перспективы. Вот мне хотелось бы понять перспективы. То, что люди там будут обороняться. Я там службу начинал, я отец не служил в Севастополе. И 90 тысяч погибших при обороне, они выпьют к нашим совести. Так вот, они выпьют не просто к совести офицеров Севастополя, а к совести России. Вячеслав, вообще-то, вот когда мы, Сергей Александрович, были депутатами Государственной Думы, в 2008 году после известных событий в Южной Осетии, Государственная Дума приняла закон, точнее поправку закона об обороне, да, Сергей, ты помнишь, да? Да. Суть его был такой, что вооруженные силы России имеют право использовать для защиты наших соотечественников. Соотечественников у нас в Крыму более чем достаточно. Законы принимаются не для того, чтобы приняли и забыли. Законы принимаются для того, чтобы их выполнять. В противном случае это беззаконие. Я надеюсь, что наше руководство вспомнит об этом. Хотя, еще раз скажу, им нужна моральная помощь, морально-политическая помощь, организационная помощь, финансовая, какая угодно. И Крым мы не должны сдать. Я вас услышал. У нас, значит, действительно, вот есть Крым, да, есть Севастополь. Хотел сказать, они разные, весьма сейчас разные. Во-первых, это два разных субъекта, так сказать, региональных Украина, и они занимают во многом разную позицию. Мы видим, что в Севастополе происходит очень большая общественная консолидация вокруг того, что Севастополь, по сути дела, отказывается признать итоги государственного переворота в Киеве, отказывается признать нынешнюю власть законной легитимой. Кстати, в Керчи тоже самое происходит. Да, в Керчи, да, но в Крыму пока этого не произошло. Ну, нет лидера. Есть Константинов, который заявляет о том, что надо, вот, ну, было заседание, ты знаешь, Верховного Совета Автономной Республики Крым, да, там вынесли опленно решение, да, но это пока вот, ну, нету как бы единого лидера. Это половинческие такие еще решения. То есть лидерок и создание при нем неких структур, готовых к отражению. Хотя отряды самообороны создаются практически везде. Да, значит, и все-таки у них вот это отличается разница. Я, честно говоря, да, потом, смотрите на нашу позицию. Значит, у нас было заявление жесткой МИДа, суть которого заключается в том, что мы не считаем легитимными многие решения нынешней Верховной Рады. Значит, причина понятна. Мы считаем, что они принимаются в нарушении Конституции, в нарушении соглашения, которое было вот подписано, по которому, в частности, сказано, что сначала конституционная реформа, обсуждение, всеобщее голосование референдум, а потом уже избирание президента. Значит, нарушено это соглашение, а только в этом соглашении указано, что переходит Конституция 2004 года. Извините, если не выполнено разоружение Майдана, если не выполнено, так сказать, решение о том, что сначала конституционная реформа, потом выборы, тогда переход к Конституции 2004 года считать можно незаконным. Плюс голосование депутата Верховной Рады нельзя считать легитимными, поскольку они происходят, по сути дела, под долгами автоматов. У депутата берут заложники, у них выкрали их депутатские карточки голосования. И как можно считать свободным голосование депутатов от партии регионов, если у них разгромлен 200 офисов, разгромлен, так сказать, их центральный офис в Киеве, и люди там некоторые, думаю, все убитые. Что, они после этого свободно голосуют, что ли? Ефремов, глава фракции, говорит о том, что у нас, депутатов партии регионов, нет возможности свободно голосовать. То же самое Компартии Украины, разгромлен офис, штурмом взят личный дом главы Компартии, как он может свободно голосовать? Это не легитимное решение. Очень странная партия власти, партия регионов. Она действительно партия той власти, которая находится в неконкретной власти. Миллионная партия, которая недавно клялась, ушел известный деятель, не хочу даже его назвать, Янукович, а у них все поменят, все на него свалили. Вот нам тоже надо задуматься, нужны ли такие партии власти. Это когда там многочисленные люди, которым другом наплевать. Они просто известные люди, спортсмены, танцоры и так далее. И у них же то же самое. И вот они все клянулись верности и так далее. А как только изменилась ситуация, миллионная партия заявила, во всем виноват Янукович, а мы хорошие. Мы будем сидеть и голосовать за то или иное решение. Они не ушли вообще из Думы, извините, из Рады, как не ушел Симоненко и так далее. Очень своеобразные, знаете, отношения. Принципов не существует, идеологии не существует. Вот это самое страшное. А не партия тех, кто пришел к власти. Да, они делают вид, что вот сейчас так, мы ушли в оппозицию, но они не уходят, они не признают это нелегитимным. Весь этот хаос и клоунаду, которую там творят Кличко и ему подобные, так сказать, да, там Тягнебог и Яценюк. Нет, они встроились. Они совсем, они совсем встроились, они могут встроиться, да. Действительно, принципов маловато, так сказать, у них, да. Но все-таки вот и Фремов, и Симоненко, они заявляют о нелегитимности этих решений. Но они сидят на заседании Рады. Они не ушли, они не поехали в регионы, они не поехали в Крым возглавить народ. Вот в Донецке, в Харькове, в Симферополе, в Севастополе, в Феодосии, в Крыче. Вот что они должны были делать. А вместо этого они жалуются, что у них машину угоняют, иногда их бьют, и сидят в этой Раде, освещая своим присутствием, по сути, легитимность этой шушеры. Это правда. Вот это плохо. Это правда. Мы в этой связи, я вот уже поставил вопрос, а вот если бы произойдет политический кризис, да, многие ли в нашей партии «Единая Россия» сохранят верность, верность принципам и так далее. Вопрос такой. На примере партии регионов мы видели, что идейные остались все, ну типа Олега Царева, Вадима Коресниченко, а финансовые так называемые депутаты, они все перебежали. Поэтому, может быть, у нас надо задать вопрос, а нужны ли нам депутаты, такие вообще, которые голосуют всегда так за... В любом смысле поднимаются партия власти. Когда проблем нет, да, а когда проблем будут, они сбегут. Это правильно. Стоит ли на них надеяться? А у нас есть административные, кроме финансовых еще. Да. Да. У нас сейчас перерыв. На рекламу. Значит, я еще напоминаю, значит, наш телефон, код города Москвы, 4095-6510-996. У нас на линии Илья. Слушаем, Илья, ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел вот по поводу перевожения на нас, чего опасаться в нашем государстве. Я считаю, что Украина – это вот такое жесткое, абсолютно однозначное предупреждение нынешним властям России о том, что выборы должны быть честные, о том, что народ должен сам выбирать, кто им управляет, кто сидит в радио-дробь-думе, кто на местах руководит. Если выборы были бы честными, я думаю, такого бы то, что сейчас случилось на Украине, просто было бы невозможно. Я сейчас дам слово Сергею Александровичу. Единственное вам скажу, Илья, что вы немножко ошибаетесь. В Украине, как вы сказали, выборы были честные, но от этого произошло то, что произошло. Сергей Александрович, прошу. Да, я полностью согласился бы. Коллеги, вы имеете свою голову на плечах, поменьше разговариваете пропагандистскими штампами. На Украине были абсолютно честные выборы, там очень конкурентная борьба, так сказать, и так далее. И тем не менее, прошел государственный переворот, организованный извне, так сказать, для того, чтобы отомстить президенту с использованием самых кровавых, жестоких методов. И наши демократические коллеги согласились с тем, что вот эти неофашисты были главной силой, так сказать, да. Вот они сбивали, убивали людей, так сказать. И они смотрели, говорили, да, мирный демонстрант, вот, взял обрез, мирный демонстрант. Посмотрите, как западная пресса все это рассказывает. По сути дела, полиентификацией занимается тотальной, показывает картину там, какая-то, показывает, что свобода, слово там не особенно-то у них существует, между прочим. Поэтому вы, я понимаю, вашу боль, так сказать, за честные выборы, все за честные выборы, но вы увидите, что разные причины есть у разных явлений. У этого явления нет причины, что выборы были нечестные. Понимаете? У нас есть, между прочим, у нас есть проблема, вопрос. Но сейчас власть все так раз поднимает, да, и старается максимально... Вот сейчас вот будут выборы в марте. Вот у нас вот не так давно совещание было, так сказать, а руководство страны очень четко фиксирует. Никого не позволим снять. Вот так и доведите до всех региональных начальников. Никого не дадим снять. Будем защищать здесь из Москвы и центра. Все люди оппозиции должны... Я, Сергей Саевич... ...должны иметь шанс победить. Не просто принять участие. У них должен быть шанс честно победить. Вот это то, что мы отстраиваем. Поэтому нам демократия не нужна. Не чтобы хорошо сдать экзамен американскому профессору, а для того, чтобы наши люди все понимали о том, что власть честная. О том, что каждый честный человек имеет шанс поворотиться за власть. Я, Сергей Саевич, с вами согласен за исключением одного момента. Скажите, пожалуйста, как можно допускать к выборам людей, которые являются конкретно агентами спецслужб Запада? Когда человек учится в Ельском университете, вы знаете, что это такое? Кого там готовят? Для чего готовят? Когда человек не вылазит из посольства США, один, второй, третий. Когда они получают различного рода гранты и вообще контактируют с иностранным посольством. Бог с ним не просто иностранным посольством, а посольством США вообще-то в задачу, которая уходит, уничтожение России как геополитического противника. И мы их допускаем к власти. Я, вы знаете, вспоминаю, как были выборы в свое время, помните, когда в конце 80-х годов и так далее. Я когда приходил, я служил тогда в штабе Туркестанского военного округа, приходил в себе отдел, я видел своих молодых офицеров, которых таким восторгом слушали Горячим Бултунов. Генералы, дачи и так далее, и так далее. То есть сейчас же на самом деле повторяется то же самое. И что мы получили? Мы получили демократию? Нет. Мы получили развал страны, нищету, голод и более нищие, да. Поэтому это люди демагоги. Кого нам навязывать в мэры? Нам навязывали в мэры человека, высшая должность, который опыт, да, работы был, нештатный советник губернатора Кировской области. Прости, Господи, до чего Россия дослужилась? Ну, чуть-чуть хуже, чем на Украине, где боксера Кличко с Верховной Рады сразу пытается толкнуть президенты. Да какой степь? Даже в африканских странах такое невозможно. А мы говорим о каких-то честных выборах и так далее. Есть о чем подумать. Честные выборы, да, но фильтр должен быть, обязан быть. У нас на линии Сергей. Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Очень интересная дискуссия, конечно. И вот господин Маркин, которого я как бы всегда спариваю, когда мы обсуждаем там с идеей кругу, друзей, так скажем, я его как бы всегда оппонирую. Те, кто, допустим, вашу точку зрения говорит. Но смотрите, с точки зрения истории России, у нас были призваны на госслужбу и иностранцы в свое время. Никто не боялся каких-то генских замашек с их стороны. Всегда как бы сакральность власти, ее русскость, национальность ее оберегалась тем, что власть передавалась. Вопрос, Сергей, понятно, вопрос. У меня вопрос вот в чем. В чем страхи вот эти вот фетиши обучения в Еле, еще там в Сарбонне или еще где-то. В чем страхи заложены? Сергей, ответишь или мне ответить? Ну, я отвечу. Вместе ответим. Понял, Сергей, понял. Значит, ну, мне представляется о том, что действительно мощное государство, мощное общество, оно всасывает в себя огромное количество иностранцев. Вот на наших глазах кореец, американец, по сути дела, завоевали для России золотые медали. Многие способны в науке работать. Это все нормально, в этом нет ничего. Но я тоже понимаю многих людей, которые говорят о том, что почему мы должны сделать вид, что эти люди являются российскими политиками, если они являются иностранными агентами, а не российскими политиками. Если они надели на себя картуз, где написано «российский политик», а там на самом деле у него, так сказать, продажные деньги, которым получил уже запредательство Родины. Вперед уже. Предоплату получил запредательство Родины. Почему мы должны делать вид, что они не предали Родину? Если они, мы знаем, ее предали точно. Это разные то есть вещи, когда приглашали на службу кого-то, а когда уже наших граждан, уроженцев наших граждан, да, извините меня, вы хотите сказать, что спецслужбы Запада и США не работают в этом плане, по линии агентов влияния работают? И что, мы должны закрывать глаза на это, что ли? У нас сейчас на линии Алексей. Выслушаем его вопрос, потому что у нас же время мало, так сказать. Алексей, дослушаем ваш вопрос. Да, добрый вечер. Хотел высказать свою точку зрения по поводу всего происходящего и ваше мнение, в принципе, как ответ на вопрос. Мне кажется, в принципе, если смотреть более глобально на всю эту ситуацию, все-таки экономические проблемы, в принципе, Европы, да и всего мира диктуют условия всем этим ситуациям и их развитием. Все-таки не хватает, наверное, войнушки очередной, чтобы вот эта стагнация пришла. Алексей, вопрос, в принципе, он понятен, но если можно, так сказать, сформулировать вопрос. Мне кажется, что здесь вообще, в принципе, Украина ни при чем. Первичная проблема, это я всю вину целиком и полностью перекладываю на российские власти, которые ведут невнятную политику, циничную политику путем обмана, путем заявлений каких-то публичных, да, для самой пиара. Алексей, понятен вопрос. Сейчас, Сергей Александрович, да, 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 пожалуйста. Значит, вы знаете, я с вами не согласен. Наоборот, мне кажется, я в чем согласен, что Украина здесь ни при чем. Украину бьют, чтобы она не досталась России. Отношение Запада... Западу не нужна Украина. Что он с ней будет делать? У них территории хватает, значит, народу хватает у них, да. У них не хватает, так сказать, гривен, все денег. Им Украина не нужна. А они к Украине относятся как к жестокому романте. Помните, в финале там убивает неудавшуюся муж, жену Ларису со словами, так не доставайся же ты никому. Их задача, по сути дела, убить Украину, чтобы она не досталась России. Вот, конечно, формулирую достаточно цинично. Сергей, значит, тут есть такой... Но бьют по России не потому, что она неадекватная, поймите, уважаемые слушатели. Бьют по ней потому, что она возрождается, она усиливается. Вот потому, что нам мстят за эту Олимпиаду, за то, что мы хорошо ее организовали, за то, что наши победили. Они не хотят, чтобы мы стали мощней геополитической силой. И, конечно, их цель – ликвидация русского народа как субъекта истории. Для этого нужно будет убить две основные вещи – российское государство и русскую православную церковь. И будут поэтому убить. Сергей Александрович, я, значит, единственное хочу напомнить. Понимаете, в известное время произошел распад Советского Союза. Образовались так называемые независимые государства. Сейчас перед Западом стоит вопрос переварить эти государства. Ведь то, что происходит на Украине, было ясно еще 2-3-4 года назад, так называемое «восточное партнерство». Это предполагалось, что в сферу влияния из Запада войдет Белоруссия, Украина, Молдавия и государство Южного Кавказа. Надо было это проглотить и переварить. Для чего? Ну, при всем том, это рынок. А украинский рынок – 46 миллионов. При всем том, это важный стратегический геополитический плацдарм для оказания давления на Россию. И вот, собственно, сейчас это происходит. Они это проглатывают. Следующим они должны проглотить Российскую Федерацию. Но Российскую Федерацию проглотить в нынешней ситуации невозможно. Ее надо расколоть. Ее надо разломать. Ее надо поддерживать национал-сепаратистов. Надо, чтобы просто она распалась, как распал Советский Союз. И тогда, значит, следующий этап – поглощение России, переваривание России. Вот, собственно, что происходит. И вы что думаете, Соединенным Штатам или Европе нужна сильная Россия? Это же геополитика. Не говоря о том, что мы контролируем огромные полезные ископаемые, запасы, да? Они хотят прийти и иметь дело с значительно слабым руководством. Страна для этого надо расколоть. Вот что происходит. И это самое страшное. И мы должны дать очень жесткий, конкретный ответ. Мы должны разгромить все антироссийские силы на юго-востоке, в первую очередь, к Крыму. Крым – это исконно русская территория. Исконно русская. Да? Сейчас крымские татары много еще говорят. Ну, исконно – это греческая, я, конечно, извиняюсь. Ну, извиняюсь. А греческая – это византийская, да, скажешь? А правоприемница Византийской империи является Русская империя, Третий Рим. Поэтому все, что входило в состав Византийской империи, это наше. И Черное море, и зона проливов, и Константинополь, все, да, это наше. Потому что мы правоприемники Великой Византийской империи, а больше никто, в том числе те, кто ордой туда вошел и теперь говорят, а вот мы и тут, значит, самое. Кстати, тут я хорошо отношусь ко всем народам, но я должен это сказать. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Александрович Марков, политолог, а вел передачу Семен Аркадьевич Багдасаров. Спасибо. Спасибо.